В школе юных инженеров Центра детского творчества «Родник» открылась новая площадка для обучения практическому вождению на мотоцикле категории А1, а также для занятий на квадроциклах, скутерах и мопедах. Старая площадка на проезде Фабзауча, где до этого занимались гонщики, уже не соответствовала необходимым требованиям. Поэтому на средства муниципалитета построили новую на Егоревской улице. Здесь заасфальтировали около полутора тысяч квадратных метров, нанесли необходимую для занятий разметку, приобрели ограждения. Всё лето, в период с июня по август здесь производились работы. Помимо самого автодрома также был сделан гараж для хранения техники, мастерские были оборудованы, ещё они будут продолжать оборудоваться. Открытие площадки совпало с проведением традиционных соревнований картингистов «Старт-финиш». Госавтоинспекция уже давно сотрудничает с центром «Родник», поэтому его воспитанники не понаслышке знают правила дорожного движения. Перед началом соревнований к молодым любителям скорости и гонок обратилась инспектор по пропаганде дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по Орехово-Зуевскому округу, старший лейтенант полиции Алена Кузнецова. Я вас поздравляю с открытием такой замечательной новой площадки, на которой вы сможете заниматься, развивать свои навыки в мототехнике. Красную ленточку на современном автодроме перерезали самый молодой воспитанник школы юных инженеров Радомира Горельцев и его взрослый товарищ Александр Кораблёв. Мне очень понравилась эта площадка. Она просторная, на ней и все очень-очень много элементов, где можно хорошо порулить, подрифтить, погонять. Я здесь занимаюсь уже 6 лет, практически уже 7. Начинал я с картингов, потом пришел на мопеды и уже на мотоциклы. Мне эта площадка больше нравится тем, что здесь ты выезжаешь из элементов в другой элемент. Это намного удобнее. Всего в соревнованиях приняли участие 5 команд школ Орехова-Зуева. Им предстояло продемонстрировать навыки фигурного вождения, правильно ответить на вопросы по ПДД, заменить колесо на карте, определить значение дорожного знака и название инструментов, которыми пользуются водители. В итоге первое место в личном зачете заняла команда школы номер 22. А в индивидуальных заездах победителем стал ученик этого же учебного заведения Глеб Сизинцев. Продолжение следует...